Изначально процесс локализовался в этом легком. Вот инфильтрат, вот распад виден дырку. Далее процесс мы просто снимем промежуточных, не показываем. Но распространился на все легкое, в итоге пришлось его удалить. Всего полгода и человек стал инвалидом. А ведь достаточно было за 15 минут пройти флюорографию и вылечить туберкулез на начальной стадии. Специалисты советуют при подозрительных симптомах обращаться не в интернет, а сразу к врачу. Если вдруг у вас появился кашель незначительный, ненавязчивый, с которым вы не можете справиться в течение 2-3 недель, плюс появляется невысокая температура 37, 37, 2, 37, 5, плюс такая утомляемость, ампатия, депрессия, может быть, какой-то негативизм ко всему, то стоит насторожиться, пойти уже к терапевту с этими проблемами. 14 нефтьюганцев заболели туберкулезом в этом году, за весь прошлый год 56. В целом заболеваемость стабильно снижается, но все-таки у нефтьюганска одна из самых высоких позиций по округу. Густонаселенный город, у нас много приезжих, у нас высокая цифра ВИЧ-инфицированных в округе, мы лидирующие позиции занимаем. К сожалению, 50-70% ВИЧ-инфицированных в течение своей жизни заболеют туберкулезом. У Вячеслава Якущенко пятна в легких обнаружили на снимке, который пришлось делать после ДТП. Прошел курс лечения в Хантамансийске, теперь в качестве профилактики проходит регулярное обследование. Вот его совет горожанам. Не кололись, не брали у посторонних людей сигареты, не стреляли. Лучше перетерпеть. Больной он, не больной, он справку уж не произносит, не показывает, какой справок. Если знакомый, вы знаете, что знакомый не курит, там, в том смысле, не больной ничего. Кстати, в Нефтьюганске все больше горожан, у которых наиболее заразная форма болезни. Подхватить туберкулез можно в очереди или в автобусе. Спасение одно – здоровый образ жизни. Людей с сильным иммунитетом палочка Коха победить не может. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск».